Друзья, сегодня топ-10 драконьих криков в игре The Elder Scrolls V Skyrim. Всем привет, меня зовут Сагира Иван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Все мы пользуемся криками, крики дают какое-то уникальное превосходство над врагами. Их на самом деле достаточно много, я все не взял, я выбрал чисто 10 самых-самых-самых и сейчас вам их покажу. Десятое место, это бесплотность. Тум постигает пустоты, изменяя вашу форму, так что ни вы не можете причинить вред кому-либо, а никто, либо вам. Понимаете, вы можете еще улучшить на глотке мира этот крик у Партурнакса. Дремь-йолу. Дремь-фейм. Исчезновение на вашем языке. Смертные куда больше расположены. Теперь, друзья, когда вы используете бесплотность, у вас в активных талантах, бессмертный дух, здоровье восстанавливается на 25% быстрее. Это очень классно, когда вас окружило очень много врагов, вы использовали этот талант, а здоровье быстро восстановилось, и вы продолжаете драться. Но не только. Так же, друзья, в этом состоянии, вы можете прыгать с любой, абсолютно с любой высоты. Ого, черт. И нам ничего не страшно. Обалдеть. Главное, рассчитывайте время, потому что оно ограничено. Девятое место моего топа занимает стремительный рывок. Том рвется вперед, унося вас с собой со скоростью вихря. Это очень классно, например, если вы в какие-то руины хотите куда-то добраться, перепрыгнуть пропасть. Очень классно. Или, например, вы просто хотите от кого-то бежать. Со скоростью ветра. Со скоростью пули. Ну вот, смотрите. Ух ты. Великан, привет. Вау. Нет, в космос я еще не хочу. А ну, давай, побегаем. Раз, два. Вот так вот. И все. Они просто пропали. Они просто... Такие смотрят. Нифига себе. Нет, я за ним не погонюсь. Друзья, в моем топе этот крик занимает девятое место. Ух, какой я злой. Восьмое место, друзья. Это морозное дыхание. Ваше дыхание это зима. Ваш то ум это буран, друзья. Но также этот крик можно, можно улучшить. Да, да, еще раз, да. В книге Острое Перо вы можете взять талант под названием Мороз Драконрожденного. Лед Драконрожденного. Ваш крик морозное дыхание закавывает врагов в лед. И сейчас я вам это все покажу. И теперь, друзья. И теперь, друзья. Когда мы деремся, наш крик не только наносит урон, но еще и замораживает. Он очень схож с ледяной формой. Но только если вы бьете, он теперь не размораживается, а получает урон. А вы во время всего этого просто с ним расправляетесь. Если, конечно, успеете. Успеете! Ого, как он влип. Едем дальше. Седьмое место моего топа занимает элементная ярость. Туум наделяет ваши руки скоростью ветра, позволяя быстрее наносить удары оружием. Ну-ка. Берем в две руки оружие. Используем. И поехали. Поехали, как говорится. Просто мясорубка, друзья. Бешеная, сумасшедшая. Сумасшедшая мясорубка. Хм. Ну, в моем топе. Это седьмое место, друзья. Я думаю, конечно, многие поставят ближе к первому. Шестое место. Это замедление времени. Крик заставляет время подчиниться крику. И все вокруг замирает. Да, друзья. Это прекрасное превосходство над врагом. Используем крик. Он даже не понял, что произошло. Расправляемся. На. Воу. Что это было? Ха-ха-ха. Друзья, я не знаю, что это за эффект. Но это смотрится шикарно. Ха-ха-ха. Он взлетел, как будто я не знаю, что случилось. Пятое место, друзья. Это безжалостная сила. Ваш голос. Средоточие силы. На своем пути он отталкивает все и вся. Но, друзья, в черной книге вы также можете его улучшить. Острое перо черная книга. Пламя. Вот сила драконорожденного. Вот ваш крик безжалостная сила наносит больший урон. И может дезинтегрировать врагов. Принимаем и пробуем. Самое главное, используйте этот крик не на противника, а немножечко ниже его. Ну, сейчас я вам покажу. И эффект будет просто колоссальный. Ну, вот у нас босс. Он просто улетает. Пока он улетел, вы со всеми другими просто разбираетесь. А потом уже и с главным. Ух ты, малыш. А ну, поехали. Да, хороший. Эпичное добивание. Правда, как-то его было не видно. Еще очень круто сталкивать врагов с высокой горы этим криком. Друзья, вот мы добрались и до четвертого места. И это один из самых моих любимых криков. Это циклон. Ваш тум создает мощный циклон, который сеет хаос среди ваших врагов. Ну, что, друзья. И давайте я вам протестирую данный крик. Вот как раз-то у нас компания ребят. Ой, черт. Один уже умер. А со вторым мы быстренько расправились. И остался лучник. Ого! Хороший лучник. Но не настолько хорош. Вау, по-моему, стрелал у меня в колени. Друзья, я не знаю, я очень часто пользовался этим криком. Он очень сильно выручает в игре. Третье место это подчинение воле. Даже камни подчиняются вашему голосу. По мере увлечения его мощи вам становятся послушны животные, люди и драконы. Если вы берете первый знак, то животные, второй и даже люди, а третий даже, друзья, драконы. И все, все. Ну-ка. Привет, дорогой. Господи, как часто этот крик меня выручал. Ну, бежите вы, например, на легенде и вот не хотите вы драться с драконом. Вот не хотите и все. Вы просто... Используйте крик и летите туда, куда вы хотите. Еще большое преимущество в том, что на выживание работает быстрое перемещение на драконах. Да, работает. И в простом режиме, если на вас сагрились враги, вы так не можете быстро перемещаться. Ну, на драконе, как говорится, вы можете все, что угодно. Ха-ха. Ну, почти. Воплощение дракона крепко, крепко, как говорится, закрепилось у меня во втором месте. Раз в день вы получаете преимущество дракона. Удары, огромной силы, прочную шкуру и более мощные крики. Давайте используем. Также он невероятно красивый. Невероятно. Если зайдем сейчас в активные таланты, то вот, смотрите. Воплощение дракона на 300 секунд силовые атаки наносят на 25% больше урона. Кстати, помните, когда я убивал Эбонитового воина с одного удара? Я про воплощение дракона забыл. То есть, то есть, можно даже использовать еще воплощение дракона и вы получите еще 25%. Господи. Плюс 100 к классу брони, плюс 25 сопротивления огню и холоду и время между криками на 20% снижен. Если здоровье падает ниже 50%, будет вызван древний драконорожденный. Обалдеть, друзья. Ребята. Приветик. Чуть-чуть не стоило. Я ребятам показываю мощь. Настоящую мощь. Перед которой никто не устоит. Просто никто. Крабик. Ой-ой-ой. Силушка закончилась. И бегать я уже не могу. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Буловой снести-то голову. Это очень, очень жестко, друзья. Ну что ж. Настало время первого места. И смертный приговор, друзья, у меня на первом месте. Это крик. Говорите. И пусть ваш голос будет вестником злого рока. Ибо слабеют жизненные силы противника и его защита. Уникальное свойство его в том, друзья, что вы можете накладывать его несколько раз. Подряд. Подряд. И если вы нанесете три раза этот крик, друзья, то ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давайте тестировать. Для начала, друзья, я использую воплощение дракона. Теперь прячемся. Теперь, друзья, давайте возьмем, зайдем в настройки, игра и выберем легенду. Чтоб все было наглядно. Также у меня есть амулет Талоса. И я помолился алтарю Талоса. Время между криками у меня снижено не на 40%, а на 60%. Так как крик воплощения дракона уменьшает еще на 20%. Ждем. Просто ждем. Смотри, перезарядка. Перезарядка происходит очень быстро. Второй раз использовали. Прячемся. Как-то тут жарковато стало. Поехали. На. Вы посмотрите. Половину жизни уже нет. Давайте я вам покажу. Оружие. Сколько у меня? Урон 43. Урон. Блин. 43 у меня, друзья. На легенде. На. На. Отлично. А теперь я просто попробую. Без оружия. Просто. Без. Оружия. Отлично. Успею еще раз крикну. Поехали. Я просто забиваю без. Друзья. Просто без оружия. Забил. Господи. Вы видели, как он в саднице сел. Вау. Смотрите. Предметы. Оружие. Урон 0. Я не знаю, сколько там с перчаток. Смотрим, какие у меня перки прокачаны. По идее, если тяжелая броня у меня прокачана, то урон, конечно, будет мощнее. Но тяжелая... Да, немножечко мне, по-моему. Прибывая без оружия, тяжелые перчатки наносят двое дополнительный урон. А какие у меня перчатки? Одежда. Ммм. Сейчас, секунду. Да, по-моему, у меня как раз-то... Стоп. У меня что, вообще нет перчаток? У меня вообще нет перчаток, друзья. Настройки игра легенда. Вот. Вот почему он на первом месте. Ну все, друзья. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте. И поставьте ваш крик. Какой бы ваш крик был бы на первом месте. Спасибо и счастья вам. Пока.